Всем доброе утро! Присоединяемся. Привет, привет, привет. Первые динамические сердечки. О, уже пошли. Приятно. Хотели поздороваться. Доброе утро. Привет, Псков. Всем, кто просыпается, всем привет. Привет, Киев. Да, это тоже бодрая. Бодрая, почти бодрая. В ресторане, ну, это бейкери. Мы здесь обычно завтракаем. Правда, сегодня какой-то скудный ассортимент. Сейчас нам принесут овсяные кашки. У нас здесь клетчики, сырнички. Минск. Как телятинка вчера. Шикарно, шикарно зашел телятинка. Вообще очень хорошо. Что планируем на день? У нас нет выходных. Мы сейчас завтракаем, ждем нашего оператора и едем снимать в другой зал видео про беременных. Девочка на седьмом месяце. Мы будем показывать, как и что можно тренироваться во время беременности даже на таких крайних сроках. Потому что, я думаю, эта тема очень актуальна для многих. Соответственно, потом мы будем снимать еще и вопрос реабилитации. Так что вот так вот. Казань, привет. Хэппи фитнес нет. Это другой зал. Этот зал поближе здесь находится. Почему дома не завтракаем? Не знаю. Мы с утра проснулись и едем сюда. Дома все готовить. Не хотим. Что кушает супруга? Она пьет у меня американо. Для нее вот эти вот сырнички. И для нее будет овсянка. Привет Новосибирску, Оренбургу. У меня окражена на седьмом. Жду видео. Да, хорошо. Но здесь здесь надо поднять вообще. Какие были осложнения во время прохождения беременности. Тренировалась ли она вообще в это время. Та девушка, которую мы сегодня будем снимать, она тренировалась все время, пока не была беременна. И потом, когда забеременела, разумеется, тоже. Ратлес Сильверса очень. Он молодцом. Сахар на сырничках. Ничего страшного. Моей массе. Да, кстати, сахара здесь нету. Смотрите. Мой сметанка. Они несколько сладковаты, но это не проблема. Сейчас же утро. Когда новое видео, да уже загружено на канале. Следующее видео у нас, по-моему, выходит завтра. Это видео о ПКТ. Вчера вечером вышел вечный курс, когда будем делать детей. Нет, в планах пока у нас детей нет. Что вы все так переживаете за наших детей? Если что, мы заведем электронных. Мы начали раньше ложиться теперь, поэтому мы совершенно спокойно встаем. Как моя жена худеет? Нормально. Все идет, в принципе, хорошо. Как я покажу банку? Я в кофточке. Да и вообще, я после операции так еще нормально не начал заниматься. Все очень лень. Времени не хватает. Так что, вот, сырнички красивые. Доброе утро и вам. Ну что, задавайте какие-нибудь вопросы? А то сейчас уже придет моя кашка, я буду кушать. Иринка будет выступать? Не, Иринка выступать не будет. Зачем ей выступать? Я только буду по соревнованиям, по поеданию сырничков. Если вы в зал, в которых платят ЗП, я не знаю. Деток не думаем. Да, сырнички это тема. На самом деле, есть еще и творник, творог свой. Сами делали вообще шикарно. Так. О, привет из Торонто. Торонто далеко. Там, наверное, тоже прохладно. Спасибо огромное. В гости в Минск. Если нас пригласят, приедем. Надо понять, что любой перелет это штука нифига не дешевая. К тому же, в тот момент, когда мы улетаем, я не зарабатываю здесь. Что нужно пить во время тренировки? Можно пить и затонник. Я, на самом деле, вообще в последнее время пью витамин С. Какую кашку будем есть? Овсяную. Что лучше есть вечером? Мы кушаем по паре апельсинов и быцашки. Рассказать про питание Ирины? Ну, смотрите. Утром она себе позволяет всегда кофе и даже булочку. Не важно, на сушке она или не на сушке. Потом она начинает у меня кушать фрукты в виде, наверное, какого-нибудь яблочка, быцашки. Потом у нее обед. На обед она, соответственно, идет в какую-нибудь кафешку или ресторан, где и готовят что-то похожее на рис или гречку. И, допустим, грудка или гуляш. Но без соли все это происходит. Перетренировка она опять съедает какую-нибудь, допустим, спортивную шоколадку либо быца-фрукт. И после тренировки вечером уже я готовлю либо это может быть телятина, как вчера. Но обычно все-таки мы уходим на фрукты быца. Собственно, вот так вот. Сколько быца у Иры в день в граммах? Ну, наверное, грамм около 30-35 выходит. Да. Сколько у тебя вложишь, как выходит быца? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Витамин С дав в шипучей форме. Спасибо. Говорят, у меня приятный голос. Ням-ням-ням. Кашу не дождался. От бананов можно поправиться, от бананов теоретически можно поправиться. Это же все-таки углеводы и такие, наверное, ближе к средней длине. Зачем красить ногти? Мы уже задавали этот вопрос такое количество раз, что если я на него еще отвечу, у меня начнется изжига. Это, это еклеры, да. Саня уже его рекламу купил, но как вы думаете, что большие блогеры из любви к искусству будут рекламировать других блогеров? Конечно. Нужно чередовать клен с жиротопом неделями. Но вообще клен принимать больше трех недель, наверное, нехорошо. Не, наверное, а точно. И вот-таки дозировки смысла тоже не имеет. Потому что многие начинают мне рассказывать о том, что на небольших дозировках они ничего не чувствуют. Так вот, надо понять, что чувствуете вы по бочке, а клен работает на маленьких дозировках. Что-то крана встали, мы всегда так встаем. Твоя фотография на Ави. Хороший вопрос. А чья еще? Скажи о твороге. Ну, на самом деле, молочку мы избегаем, и я всех клиентов тоже прошу избегать, потому что молочный биок задерживает жидкость. Задерживает жидкость, у него так или иначе идут оттеки, он не так хорошо усваивается, да вообще не очень хорошо усваивается. Чем меньше едите, тем больше толстеть. Абсолютно правильно. Если вы хотите ходить, вам нужно есть раз в 5-6 в день, не меньше, а то и 7. У Васи случилось горе. Последний кусочек сыра не упал. Спасибо. Вот и пришла наша овсянка. Что можно съесть перед тренировкой? В зависимости от того, какая тренировка. Можно съесть с утра просто фрукт с БЦА, можно грузануться хорошенько овсянкой, если тренировка длинная. Опять же грузануть БЦА, чтобы не загружаться лишним белком, который все равно будет усваиваться гораздо дольше, чем будет проходить ваша тренировка. Гороховый суп хорошо? Слушайте, гороховый суп как минимум вкусно. Как минимум вкусно, да. Что у нас есть перед кардио? А вот, кстати, перед кардио, если перед кардио, мы у нас есть и бананчик. Многие ребята, если тренировки длинные у нас в зале, они съедают банан, съедают ложку БЦА и поехали тренироваться дальше. Hello from Mexico. Thank you very much. Больше бугинга из жизни будет. Гороховый суп полезен? Ну, как полезен? Это еда и да. Отдать айфон? Вы ссоритесь? Нет. Бубним иногда. Да. Как относишься к одной зефирке раз в неделю на завтрак при диете? Абсолютно нормально. Отношусь к чекмилам. На самом деле раз 4-5 дней можно в первой половине дня несколько косячить. То есть можно съесть и чуть-чуть сладенького. Вот кусочек такого сметанника. Вот. Но именно в первой половине дня и желательно, чтобы это было перед кардио. Вам приятно с жены на седьмого месяца. Спасибо. Ей огромное тоже. Как энергетика энергетика энергетика. Слушайте, гербовая энергетика энергетика с сетями в торговой марке это такой же спортпит, как и все остальное. Не больше, не меньше. Все зависит ровно от того, что это сетевой маркетинг. То есть все это просто стоит гораздо дороже, чем есть на самом деле. Собственно, вот. Я сейчас не на сушке, не на массе. Я живу как обычный человек. Я даже особо не тренируюсь. Диетический линий гороховый суп? Что ж вы так это? Смотря какой вы будете варить. Если вы сварите правильно достаточно, то может быть он будет близок к диетическому. На самом деле нормальный гороховый суп не должен быть диетическим. Сколько вам килограмм в неделю правильно должно уходить у девушки? У меня девчонок уходит немного. Где-то в среднем кило двести. Потому что если уходит более пяти килограммов в неделю, в месяц, то можно получить и достаточно такую подвисающую кожу. И упругость достаточно трудно держать. Как отношусь к предтреникам? Я их не особо люблю, потому что предтреник не каждому идет. Настроиться на тренировку можно и так. Сколько раз в неделю в Макдак можно сходить? Если вы на массе, то можно и раз сходить. Если вы на сушке, то надо туда забыть дорогу. Пьете алкоголь? Пьем время применения. Я люблю русские люди. Спасибо. Он говорит о фастфуде. Нет, он говорит о... О фуд. No only for breakfast. For dinner. Так. Как сбросить 20 килограммов? Тяжелый вопрос. Как сбросить 20 килограммов? Почусь кашку. На самом деле, движение жизни. Чем больше мы двигаемся, тем больше происходит процессов похудательных. Но при этом надо понимать, что без правильного питания можно удвигаться, а процесс сильно не пойдет. Отличие аскорбиновой кислоты от янтарной. Обе кислоты, на самом деле, это абсолютно разные кислоты. То есть, витамин С это витамин С, а янтарка это янтарка. Где мы живем? В Санкт-Петербурге. Вы знаете мексиканское питание? Да. Я знаю, что это мексиканское питание. А мне нравится. Мне нравится. Мне бы буррито у них нравится. Буррито. Да. Если ешь много яблок в день, это плохо. На сушке у нас ребята едят 5 яблок. Это вполне нормально. Такос. Такос. Перфекто. Живите где? В Санкт-Петербурге живем. Давно ли вместе? Достаточно. Кто мы? Кто мы? Мы не гуманологическое образование на планете Земля. Как отношусь к Милотанану 2? От него появляются родимые пятна. И надо понимать, что Милотанан может все-таки вызвать в конечном счете и доброкачественное, не дай бог, даже и злокачественное образование. В каком кафе? Бейкери. Бейкери на Большом проспекте Петроградской стороны. Будет ли видео про питание и диеты? Будет. Сколько планирую прожить? Больше 125 лет. Все, мальчики и девочки, мы будем кушать, а то у меня кашка остывает. Всем привет, всем огромное спасибо, всем приятного аппетита, доброго утра, приятных выходных и до встречи. Мы сегодня поснимаем еще из зала, когда будем снимать про беременных. Все, пока-пока-пока. Спасибо. Спасибо.